Всем привет, ребяточки! Вы на канале История от Самочки. Сегодня мы находимся в музее Природоведческом. И мы находимся в отделе палеонтологии. И не могу не поделиться вот этой красотой, на которой мы накнулись. Сейчас переключаюсь. Погнали! Это всё кости? Ну-ка. Ну-ка. Перед вами сооружение из костей мамы. Это жилище человека эпохи позднего боярия, которое, возможно, использовалось для ритуальных целей. Реконструкцию жилища выполнил академик Придович. На территории Украины известны несколько поселений людей, в течение полтора 30 тысяч лет назад, содержащие остатки подобных строений. в нашем музее экспонимировать международное и медицинское жилище. Посмотрите на эту штуку по-другому, чтобы это не было. Это очень что-то большое. И где оно подписано? Ребяточки, пока вы... А оно не подписано, мы должны сами договариваться. Вот это носорог, крок-крок. Идёт... Да, это носорога. Били. Это вот этого носорога. Он просто сюда не влез. Его впихнули отдельно. Вот так вот. А дальше у нас идёт бык рвесный. Рвесный бык. Такая головешечка. Так вот, на фоне человека, вот насколько он здоровый. И вот, 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 вот. Рык-тур. Череп-тура. Так он, черепочечек. А здесь, ребятки, посмотрите. Посмотрите на этот прекрасный... Ну, тут все узнают, кто это. Правда же? И где бы вы ещё такое увидели? А, как не у меня на канале. Скажите, должно ли вы поднимали свою жопку? Так что вы пойти в низей? Посмотрите на эту конструкцию. Здоровенная. Просто мега. Тут не пишут размеры. Найден в селе вблизи Киева в 1949 году. Вот этот слон. Прикол. Живший около 7 тысяч лет тому назад. Какий? Что? 7 лет тысяч назад я и жил. Вот этот слон. Даже, даже, даже... Мамонт? Ой, это я, Василиса. А я слон. Мамонт. Слона-мамонт. Ребятки, это мамонт. И его шерсть ещё к тому же. Малосяночки. Вон он, мамонт. Вон он. Офигеть. Мамонт был на первом этаже. А вот как ведутся раскопки. Пожалуйста. Может, и каждую косточку собрать? Это, конечно, серьёзно. Так, и что мы видим? А, это мамонтёнок? Это мамонтёнок или это... А, смотри, действительно. Как это называется? Вот там водёночка. Нашли. Да, мы уже будечки. Да, что он совсем сдуван. Ну, он замёрз, может быть. Ну, хотя там снега нет. А вот как велись раскопки. Видите, он там, дядька. Видишь? Находили как? Вот такой вот бивень. Глянь. Разве это можно? Тысяча... Вот, короче, бивеняка. Посмотрите. А, тюка вот. Где я снимаю? Вот бивень. Бью. Бью. А что самое интересное, это памятник. В 1841 году. На 7 мест. Мест в 1939 году. Ошрыш Остобь предполагаемым мамонтёв... Короче, мамонта в 1841 нашли. Если я правильно понимаю. А вот здесь ещё одни бивни мамонта. И... А, скелет Рытыны. Кто такая Рытына? Красиво. Кто? Я знаю, кто это. Это тюлень? Рытына. Это тюлень, получается? Не уверен. В 1884 году. Зоолог. Короче... Ишки. В общем, как-то зоолог, я так понимаю, в 1884 году нашёл вот это чудо. Посмотрите на это тюлень. Ну, блядь, в длину как слон. Вот серьёзно, в длину как слон. Но разве такие бывают тюленья? Варкуша, с ними рядом с тюленьем? Просто понимаете... Не бывают таких тюленья, серьёзно. Ну, сейчас нет. А почему раньше тогда были большие? Ох, не знаю. Мода на гигантизм. Мода на гигантизм? Думаю, с модой связано. Чейф. Ну, это так, шутюк. Шутничёчечек. Вот как... Так... Зубры. Это зубры. Вот нашли таких зубров, решили их не собирать. Решили вот так вот... Такую аппликацию собрать. В разные... В разные аппликации. Зубры были вон в те моменты, в те времена, когда... Тысяча... Так... Когда мы ещё были почти элезьянами, как нам показывают. А вот история. Ищу зубер. Вот он зубер. Вот он собранный зубер. Ну и... Ну и ребята раньше были. Так, а как люди вообще выживали? Представляете? Поэтому они были в стаях. А вот здесь вот у нас... Ещё одна такая реконструкция. Каркас мизинского жидкостя, кисток мамонта. А-а-а! Деревянный жидкостя. Вот как они жили. Вот так вот жили в древние времена. Черниговская область, Марк. Это в Черниговской области так жили раньше люди. И накрывали вот это всё кости. Может быть искусственные. И накрывали свои халабуды. Поним? Костями мамонта. Как они смогли это восстановить? Читай. Вот тут оленюшки. Оленятки маленькие. Ну что все люди тогда все... Вот это хоромины, ребяточки. Вот это я понимаю хоромины. Он кости разрисовывали походу. А это получается череп мамонта. Вот так? Вот так жили? Цивилизованное общество. Так, птички всякие. Птички, птички, птички. Ну-ка, смотрим. Так, кто? Фауна. Это же волк? Волк. Вот вам, пожалуйста, скелетик волка. Прикол. А вот зубки волка. Так, чтобы наверняка... Вот это зубы, Марк. Капец. Зубеня. Там все раздробит. Маленький волкова-то. Для волка? Того времени, типа? Маленький для волка, да. А, вон, смотри-ка, малышка. И кто? Писец. 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 А вон мышки. Мышки всякие разные. Тушканчики. Тушканчики. Так, тут принадлежности животных. Тех времен. Всякие скелеты. Тулечки, скетулечки, скелетулечки. Бивенечки. Мука. Погнали. Кто этот прекрасный? Ну, во-первых, породы деревянные. А это у нас волотенский олень. Волотенский олень, ребяточки. Выглядит смирно, пожалуйста. Не понял. Просто, чтобы понимать, насколько он волотенский. Олень милов. Там даже рукой не дотянется. Вообще. Кайф. Вот такие раньше были волотенские не только люди. Но и олень. Олень сейчас тоже есть. Не маленькие, да, конечно. Но они же занесены в Красную книгу. Их этот вот. У них просто не такие большие. Конечно, посмотрите, какие рога только я таких в жизни не видела. А вот еще у нас есть... Да. Погодите. На кого похож? Носорог? Рог. Рог. Серстыстый. Посмотрите, только какая черепушечка. Какие костюшечки. Да он просто убьет любой танк. Даже не этот. Не напрягает. Да ладно, еще сейчас посмотрим, что дальше. Пока. Кинь. Пожалуйста. Вот так вот. Кинь. Ось еще один кинь. А это древний дерев... Череп, что надлежал жеребцу 6-7-го роков. Что значит 6-7-го роков? 6-7-го роков. А, 6-7-го. На них прям все. Скиевский конь. На них все прям написано на костях. Там подписано. Чтобы не путались. А что здесь? А, мы здесь уже... А? Маленькие рядом? Более меньше. Межирич. Межирич. Я валашу Межирича. Ну, только там Межиричи были. Это Ревенская область. Ну, почему бы нет? Кто знает, Межиричи это Ревенская область. Так, ну тут костяшки, которые... Которые вот этих всех животных вы видите. Вот здесь вот мыслышки промысел. А-а-а. Смотрите, сети. Рыбальская ситка. Того времени. Зубы, челюсти всякие, всяких животных. И это все было в Чернигове найдено. Между прочим. Не где-то там, а в Чернигове. Что бы вы понимали. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите, какая прелесть. Уточка. Я и Витичка. Петушок. Смотри. Индичок. А вот это вот соты медовые. Я так их в разведе не видела. Прямо в воде? Прямо, да. Но они же в этом дуплах. Бывают. Прикольно. Черепочки. Собака, 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 собака. А это волк, да? А нет, это давний собака. Грузия, так давний собака выглядают. Так, а тут у нас муфлон. Красивый муфлон. Надо природа, да? Какие рога наделила. Муфлонов. Муфлончики. Такие красивые. Свиня, свинька. Вевца, свинька. Коза, свинька. Типа, прирученные. Овцы. Верблюд. А, верблюд тоже свиньки. Свиньки какие-то вон разнообразные. Есть. Ты знаешь, что свиньи ДНК на 95% схожи с человечью? Я не знаю, правда это или нет. Ребят, напишите, правда или нет, как вы думаете. И а мы передвигаемся дальше. Начинается опять зубр. Одну, мы Валина чувствуем, это Машечку потерял. Всякие черепушечки разных зверей. Медведь. Мусорок. Это что? Нос? Мусорочек. И тут много разных костей. Разных, разных, разных. Разных зверей. А, вот, вот эта вот сидит, такая прелесть. Косты. Моллюски. Старые. Моллюски. Мил. Елинская фауна. Кто ты? Кто это? Кто ты, зверь? Блин, мне нужно снять в формате ТикТока. Я нашла Одесские катакомбы, чтобы вы понимали, вот как они выглядят импровизированно вживую. А я так хотела туда попасть, пожалуйста. Одесские катакомбы. Читаем. Там очень, кстати, интересно, если почитать. Дина Терри. Вам из 60-х, а то есть 30-х? 30-й, 30-й. Ну и... Дина Терри. Нет, такие предметы, которые находили, могли собирать, собирать. И вот в итоге в одном музее вот таких вот динатериев пособирали. Ну просто динатерий. Ну это ж... Очередная здоровенная хрень. Ну вон я в этот вот. Вон она я маленькая, видите, в стекле. А вот динатерий. А тут херсонотерий. А тут херсонотерий, если что. Херсонотерий. А тут хилотерий шлёсера. А что у них за терии? Гипарион молдавский. Кто такие гипарионы? Трепали кони. А это страус? Страус азиатский. На минуточку. А тут у нас верблюд Алексеева. Кто там? Без горбунов. Верблюд Алексеева. Вот я, вы видите, я как раз в рост этой, как его, ноги верблюда. Самый раз подходит. И вот смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Если вот так вот взять. Как настоящий, да? Потом ещё сзади никто не ходил. А вот тут такая чпоньк обезьяночка. А вон, где у меня? Нет. Вон. Подсветка. Может быть. Нарисовали техника такая.